Программа «Выбор Ясин». Добрый вечер, это программа «Выбор Ясин». Меня зовут Ольга Журавлёва. Выбор у нас, как обычно, с Евгением Ясиным. Евгений Григорьевич, здрасте. Здрасте. Научный руководитель Высшей школы экономики у нас в студии. И не оставляет Евгений Григорьевича тема о судебной реформе. Вернёмся к началу, как вы заглавили ваш сегодняшний анонс. Я бы обратила ваше внимание, Евгений Григорьевич, что суды и, более того, даже судебные скандалы – это вообще тема постоянной новостей. И у нас каждую неделю что-нибудь связано с неправедным судьёй, с сильно богатым судьёй. И вот как в последнем случае, например, какая-то очень ужасная роскошная свадьба вдруг обнаружилась. И действительно это вмешательство в личную жизнь судьи? Или всё-таки это нормальная общественная реакция, когда на такую новость реагируют даже депутаты, вы не поверите? Ну, я просто так думаю, что существует определённое недоверие в широких народных массах относительно того, как живут те люди, которые имеют какие-то особые права, относятся к правящей элите. Поэтому, может быть, там и не все факты, которые там написаны, они подтвердились. Я имею в виду, там, 2 миллиона рублей на слово-то, так сказать, сама эта вот судья. Речь шла о долларах? О долларах, да. Внесла, да. А супруг говорит, что всего 5 миллионов рублей стоило пригласить всё это прекрасное. Потому что там потом они начинают оправдываться, не знаешь, кто и как на самом деле было. Но в народе существует очень капитальное недоверие. Это капитальное недоверие является прямым результатом того, что у нас судебная система устроена таким образом, что судьи стараются понравиться своим руководителям и всей вертикали власти, а не то, чтобы обеспечить справедливость. Если каким-то образом справедливости, так как устроена вертикаль власти, расходятся между собой. Поэтому, так сказать, можно это понять. Это результат недоверия. Но вопрос состоит в том, что судебная система, в принципе, как особый институт власти, она ведь выделена именно для того, чтобы Ташкатье доверяли. И в этом её особенности. Поэтому устроить как-то иначе нужно. Если вы устраиваете общество и экономику такие, какие мы хотели быть, то мы должны согласиться с этим и сказать, давайте будем всё-таки в конце концов переделывать эту судебную власть так, чтобы она нормально служила свою службу, вызывая общее доверие. Слушайте, ну для того, чтобы вызывать всеобщее доверие, нужно очень многим рискнуть и очень от многого отказаться. Потому что система должна быть выстроена так, чтобы максимальный процент действительно искренне ищущих справедливости, грамотных юристов, хорошо защищённых государством от поползновений осуждённых там или пострадавших и так далее, здесь очень много факторов. Это, в принципе, возможно? Как выстроить такую систему? Снести всё, что есть? Ну нет. Как я, например, предлагала вам. Есть определённые правила, которые за длительное время существования права, начиная с античных Афин, установились. Они, так сказать, уже известны. Если вы хотите сделать так, чтобы у вас был справедливый и независимый суд, то тогда вы должны, так сказать, это необходимо. Потому что если вы каждый раз суд будет выступать от имени какой-то власти, не сам, а он будет как бы подчиняться кому-то и стараться выслужиться и прочее. Значит, тогда мы не можем ждать справедливости. То есть справедливости в таких случаях могут ждать те люди, которые знают, что они могут надавить на суд, они могут на судью, они могут, так сказать, нанести ему вред и так далее и тому подобное. Тогда судья начинает выстраивать своё поведение под имеющиеся, так сказать, каноны, и имеющиеся, ну, правила, которые делают снос на его жизнь. Но это несправедливо. Потому что как раз выделение, вот это разделение властей и выделение самостоятельной судебной власти, это как раз потому, что она должна быть справедлива. Для того, чтобы было справедливо, судья ни от кого не должен зависеть. И он поэтому должен получать приличную зарплату, и он должен быть независимым, его никто не сменяемым, его никто не должен убрать. Я сейчас называю те основы судебной системы, которые, ну, сложились в мире, в цивилизации мировой, которая сегодня, так сказать, принята уже в качестве канона. Можно сказать, что это, так сказать, пример Европы. Ну, давайте будем искать какой-то другой пример. Они, так сказать, другие примеры рассчитаны на другое. И, насколько я понимаю, мы должны на этот канон равняться. А почему? Ну, мы европейская страна. Ох, Евгений Григорьевич, эта песня надолго. Что мы европейская страна. Давайте вернемся к тому, что вы обозначили в анонсе. Вы говорите о работе над ошибками. О том, чтобы не повторять тех ошибок, которые уже были сделаны. Какой вы считаете самой главной ошибку именно советской судебной системы? В чем вы считаете, нельзя ни в коем случае ее повторять? Ну, советская система, она как бы исходила из того, как вот Ленин нас учил в свое время. Он говорит, народ един. Значит, он властвует. Вот мы будем жить так, что народ властвует. Это означает, что суд у нас один народный. А вот эти штуки, что нужно разделять власти, это нам не надо. И поэтому в законодательстве большевиков с самого начала разделения власти не было. Значит, если кто-то попал на самую верхушку, как, например, попал в определенное время Ленин, значит, он решал все вопросы. То есть решали вопросы люди по своим, так сказать, подразделениям, чем они занимались. Но всегда было, если здесь возникали сомнения, всегда можно было пойти через одну ступеньку или несколько ступеней, добраться до Ленина. Как Ленин сказал, так и будет. Значит, то же самое было со Сталиным. Ну, на самом деле, потом было так же с Хрущевым. Я напоминаю вам, как он ругал этих самых художников. Как будто бы он что-то понимает в искусстве больше, чем эти художники. Брежнев был более тихий человек. Ну, он как делал. Слушайте, ну, 70-е и 80-е годы тоже прекрасненьким образом и осуждали за тунеядство. Правильно. И высылали. Ничего только не делали. Я провожу различия между крикливым Хрущевым и тихим, спокойным Брежневым, который спокойно так, чтобы не поднимать скандалов и так далее. Ну, убрал Подгорного, который был у нас председателем Президиума Верховного Совета СССР. Потом этого самого Косыгина так запинали, были над ним какие-то наблюдатели и так далее, что он после того, как были приняты его положения об экономической реформе, он после того, как наши войска вошли в Чехословакию и все разговоры о реформах закончились. Потому что было опасение, что может и у нас случится что-то такое, что случилось в Чехословакии. И мы по-тихому как-то разговаривали. И все наше правило было такое, что то, что принято высшими органами, оно не отменяется, но и не делается. Но и не делается. Вот так было с реформами 60-х годов, которые первым шагом были в Советском Союзе к формированию будущей рыночной экономики и так далее. Хотя там ни слова об этом не говорилось и нельзя было говорить, потому что это была советская система. Слушайте, а вот советская система, как вам кажется, она выполняла свои законы и свою конституцию судебную? Ну, в каком-то смысле да. Потому что вот у диссидентов у некоторых был такой лозунг – выполняйте свою конституцию, соблюдайте свою конституцию. Это другое дело. Значит, там считалось так, что у каждого порядочного человека, который за это попал в тюрьму, значит, у него есть основание нравственности. То, почему он поступал таким образом, что входил в противоречие с советской властью. Поэтому они могли сказать, потому что на самом деле для обыкновенной человеческой общины, когда там нет никаких, вернее так, складывается так отношение, что никаких нет начальственных указаний, никто их не может дать. Тогда складываются какие-то нравственные начала, которые становятся, ну, общепринятыми. Во многих местах они различны, просто потому что основы материальной жизни бывают различны. Ну, когда мы смотрим, скажем, на христианское право, или право афинское, или римское, и так далее, Ну, мы каждый раз встречаемся, что вот есть определенный набор нравственных норм, как человек должен поступать для того, чтобы не подрывать, не нарушать интересы других людей, чтобы ему испытывали доверие и так далее, чтобы общество на этом зарабатывало, так сказать, благосостояние. Вот он ведет себя вот таким образом, как у него складывается впечатление. Правда, это как бы есть различие, но я не знаю, вот, скажем, среди народов таких более диких до сих пор существует такое представление, что око за око, зуб за зуб. Если бы мне нанесли или моим людям нанесли ущерб, значит, я должен там сеть вплоть до убийства, или там чего-то такого. И это есть у нас тоже. Я не хочу сказать, я только скажу слово Чечня, там погибло несколько, недавно несколько человек, на ком основании непонятно, но, видимо, такая ситуация, что у них кто-то пользуется особыми правами и распоряжается жизнью людей. Ну, это вот, это как бы, волен с не волен с, это совместимо с жизнью в одном государстве, если хочешь. А проблема здесь заключается в том, что мы все-таки европейское государство, мы создали себе судебную систему, которая представляет видимость настоящей судебной системы. Которая похожа на настоящую судебную систему. Все необходимые элементы есть. Есть суд. Он по Конституции, это отдельная система власти, она, так сказать, она независимая. Суд независимый. До какого-то времени судьи были несменяемыми, но потом решили так, что у них есть пенсионный возраст, подходит пенсионный возраст, там 65 или 70 лет, увольняют с самыми лучшими приветствиями, но не тех, кто, ну, как бы, выполняет все ненравственные, а установленные правила нашего суда. Ну, вот это, к сожалению, это так. Откуда это все взялось? Вот я как раз сегодня об этом хотел сказать, потому что непосредственно все эти вещи взялись от советской власти. Но ведь до советской власти, когда, в общем, судебная реформа полностью не реализовалась, как я понимаю, Александровская, потому что гайки пришлось закрутить, все равно были тоже некие, как сказать, некие противоречия между справедливостью, законностью и всем прочим. И тоже, в общем-то, нужно было суду отстаивать государство в первую очередь, занимать позицию государства. Хотя это происходило не всегда. Вы вот приводите этот дивный пример с Верой Засулись. Да, это потому что, понимаешь, такое представление, что если мы переходим к законной такой системе, где закон, так сказать, обеспечивает, так сказать, воцарение справедливости, то все должно быть справедливо. И это означает, что если Вера Засулись, которая считала своим долгом этого гадину, гадину эту генерала Трепова, значит, убить, потому что он издевался над студентом, вот, то справедливость за нее. Но на самом деле закон, это не так все просто. Там для того, чтобы в большинстве случаев были правильные законные решения, для этого надо соблюдать определенные правила. И вот, кстати, я там отмечаю, что я не помню, какой из наших великих адвокатов, то ли Плевака, то ли Коня, они как раз по поводу этого случая сказали. Но ведь Вера Засулись не права, так нельзя делать. Раз она стреляла, и она нанесла рану, там она не убила, кажется, Трепова, вот, то она должна быть судима, и она должна быть наказана. Она виновна в том, что она посягнула на жизнь Трепова. Да, посягнула, да. А мотивы, это уже другая история. Совершенно верно. И самое главное, оправдание, и так далее, и тому подобное. А Россия должна была к этому приучаться, потому что, ну, я просто напомню, что было перед реформами Александра Второго. А так что, так сказать, главное... Там было практически письменное судопроизводство. Никакого гласного суда. Все, чиновники пишут бумаги. И есть помещик. Который с крестьянами решает все вопросы. Который, непосредственно, принимает решение по всем вопросам. Осуждает. Если ему нравится жена, предположим, какого-то его крестьянина, он его посадит и забьет, и не знаю, что он может сделать. Ну, вспомните эту вот историю Салтычихи, Салтычихи, которая, вообще-то говоря, жила во времена императрицы Александров... Ой, извините, Екатерины Второй. Это было, в общем-то, совсем недавно. Но, заметьте, все-таки Салтычиху привлекли к ответственности. Да. Вот это было начало. Потому что мы делали какие-то шаги к цивилизованному обществу. И, так сказать, самые решительные шаги – это были как раз реформы Александра Второго. Но всегда мы должны помнить, что когда Александр Второй готовил свои реформы, то самой значимой была реформа относительно освобождения крестьян от крепостного права. Это то, что в Европе западное отменено было давным-давно. Но оно не было в полной мере... Ну, и отсюда проистекали все, естественно, другие реформы, потому что менялся вообще гражданский состав общества. И, соответственно, когда люди обретали права, такое количество людей обретало совершенно иные права, чем раньше, естественно, должна была поменяться и судебная система. Там есть особая история, что мы довольно сильно отставали. И поэтому, предположим, во времена незадолго до царствования Иоанна Третьего, ну, каждый крестьянин был свободен, он мог идти куда угодно. Вопрос заключался в том, что земля принадлежала крестьянину, не крестьянину, а помещику или боярину и так далее. Вот потом, когда вдруг выяснилось, что у нас завоевана куча земли, и что крестьяне уходят, и потом появляются Теразины или Пугачёвы и так далее, мы начали потихоньку их закрепощать. Это было не только русское явление, потому что подобное явление было в Пруссии, подобное явление было в Австрии, это, ну, центральная, восточная Европа. Ситуация была всюду разная. Но мы, как бы, на этот путь стали одними из последних, из европейских народов. Но и с этой дороги угодили тоже последними. Но не последними, можно сказать формально, что в австро-венгерской монархии, так сказать, крепостное право было отменено на год позже. Если у нас 1861-е, то у них 1862-е. Но само содержание крепостного права там и у нас было разным. У нас даже после того, как ещё при Николае I провели освобождение государственных крестьян, это была работа Киселёва, дай ему Бог памяти доброй, вот, и затем, когда освобождали уже помещающих крестьян, то их было 26 миллионов. Но тогда это было много. Сейчас это уже, кажется, не так много. 26 миллионов человек, это очень прилично. Да, но это была половина всех людей, которые занимались обработкой земли. Евгений Григорьевич, вот ещё интересный момент. Пока Вы говорили о крепостничестве и об освобождении, переходе вообще в иное состояние людей в результате их освобождения и обретении новых прав невиданных, которые тоже с трудом обретались, я подумала об отмене рабства. По-моему, в Бразилии рабство отменили чуть ли не раньше, чем в некоторых местах в Европе. И вот вся Америка, которая на чёрных рабах строилась не только в Соединённых Штатах, но и в других местах тоже было рабство. Но вот на примере Америки мы видим, одно дело отмена рабства, а другое дело обретение равных прав чернокожим населениям. Это совсем разные вещи. И мы ещё в 20 веке наблюдали неполные права у этих людей. И, кстати, возможно, они до сих пор чувствуют себя такими. То же самое, потому что если вы становились колхозником, вы становились лицом права, которого признавало советское государство, но уехать из колхоза без решения соответствующего невозможно, паспорт вам не давали. Или давали в том случае, если вы заключали какой-то договор, поступали на работу, на строительство важного промышленного объекта и так далее. Я ещё раз напомню, по-моему, я об этом говорил. Сам поразился, когда узнал, что колхозникам нормальные гражданские паспорта в Советском Союзе стали выдавать с 1971 года. Ну, можно сейчас себе представить. А что было до этого? До этого было частичное бесправие, конечно. Да, совершенно верно. Это как бы опора на те обычаи, которые были в деревне. А именно, это была община. Это было с IX века. Фактически Совет Старейшин. Вот община, это было некое объединение, не просто там Совет Старейшин при общении, но её правила, её законы, они как бы вырабатывались самими членами общины, и выскочить из них было нельзя. И вот, когда мы говорим об измене крепостного права, мы должны учесть, что вместе с тем, как отпала власть помещиков, которая очень долгое время теснила общину, то отпала власть помещиков, а община была восстановлена. Потому что государство должно было собирать налоги, потому что государство должно было там следить за преступностью, и далее обязывало общину. А кроме того, были ещё такие вещи, что земли были, это у крестьян наделы были через полосицы, несколько участков в разных местах, это всё определяла община. Ну, сами крестьяне, но они не были свободны, так сказать, они куда-то должны были ходить, какие-то спрашивать права и так далее. Значит, подвергались земли чёрному переделу, и, в общем, их надо было выкупать. Их должны были крестьяне выкупать, и это выкуп земли проходил, ну, несколько разных этапов. Первый этап – это, ну, более или менее старались выполнять принятые установления. Но, так сказать, судебные установления, так называлось, не судебная реформа, были приняты судебные установления, как это всё нужно организовывать. И постепенно это стало организовываться и так далее. Но, значит, то, о чём мы говорим, о том, вот, как воспринимали люди, значит, какие права они имеют, я себе с трудом это представляю, потому что они были лично свободны. Но они были, так сказать... Имущественно не свободны. Имущественно не свободны. Чтобы свои участки, или даже меньшие по размерам участки, как решит помещик, значит, иметь возможность выкупать, значит, использовать, они должны были её выкупать. Пока они выкупили, они продолжали быть в каком-то смысле крепостными. Вплоть до того, что даже разрешались телесные указания. Затем менялись люди, которые осуществляли вот эти реформы. Например, в течение до 80-х годов судебная реформа проводилась очень медленно. Не только судебная. Земская ещё медленнее, крестьянская. Слушайте, но люди тоже не могут за два дня перестроиться. Ведь внутренние-то ощущения и внутренние привычки обращаться к общине или к помещику, они тоже не отмирают сразу. Я почему об этом рассказываю. Я почему об этом обратился к этому и рассказывал. Потому что наши граждане сегодня, они думают, что у нас такая вот натура, у нас такая природа, мы уже привыкли к этому. Отстаньте. Самое главное, не тащите нас в суд. Мы будем делать наши дела так, чтобы там никто это не заметил и так далее. Но не всегда получается, попадаются люди. Но тогда их спасти невозможно. Вот природа такого обычного взгляда, который разделяется очень многими нашими гражданами. Не случайно, вот когда попадает туда в суд, иногда он пользуется услугами, даже бесплатными. Вот ты мне об этом говорила. Судебных работников, которые их учат, как надо сделать, чтобы они могли оттуда уйти, с наименьшими затратами. И поэтому разговор относительно того, как эта вся ситуация разворачивалась раньше, мне кажется, имеет смысл. Потому что нам нужно быть готовыми. Что это потребует? Времени. Мы должны привыкать. Главное, это потребует внутренних изменений для нас с вами. Вот что интересно. Мы сегодня продолжаем разговор о судебной реформе в студии Евгения Ясина и Ольги Журавлёвы. Мы вернёмся после небольшого перерыва. И снова с вами программа «Выбор Ясин». Меня зовут Ольга Журавлёва. Ещё раз о судебной реформе говорим мы с Евгением Ясиным. И в первой части этой передачи мы пришли с Евгением Григорьевичем к выводу, что судебная реформа у нас в Российской империи ещё, потом в Советском Союзе и в нынешней России так и не произошла толком, до конца она не произошла, не привела к такому идеальному состоянию, когда судебная власть действительно независима, что хотелось. Но мы пришли, я прошу прощения, и к другому выводу, к тому, что одной только механической перемены судебной власти недостаточно, потому что надо менять и внутренние отношения каждого гражданина к этой власти. Да. И вот с этим совсем трудно. Это очень глубокие институциональные изменения. Изменения в ментальности, которые требуют очень много времени, может быть, нескольких поколений. Вот это связано с тем, что происходит в нашей стране. Не только при Александре Втором, но и сейчас тоже. На самом деле, когда, вот почему я остановил тебя? Потому что ещё в царской империи при Александре Третьем, с самого начала, появился министр финансов Бунге, который служил ещё во времена Николая, ну, не Николая, а уже был Александр Второй, был комитет, возглавляемый Милютиным Николаем Алексеевичем, где служил Бунге. Ну, там же служили и многие другие известные люди, например, Солтыков, Щедрин, тот самый. Но, почему я говорю Бунге? Бунге получил пост министра финансов тогда уже, когда был убит Александр Второй. И через правительство Александра Третьего он получил право на то, чтобы снизить размеры выкупа с крестьян. И как бы облегчить всё это дело и придать им большее права. А Вера Засулись стреляла, между прочим, не при Александре Втором, это было уже при Александре Третьем, по-моему, или позже. И там происходили такие волны, понимаешь? Вот сначала появляется такой Бунге, который хочет продвинуть вот эти институты и так далее. С другой стороны, появляются такие люди, как Дмитрий Толстой, который при Александре Третьем стал министром внутренних дел. При нём этот самый чиновник Пазухин. Извините, что я называю эти фамилии, но, в принципе, я бы считал, что наши российские граждане, которые хотят жить в счастливом и уравновешенном законном государстве, они должны знать такие фамилии. Потому что это были люди, которые при Александре Третьем осуществляли самые его глубокие мечты относительно того, как бы вернуть Россию немножко назад, и чтобы она жила в своих правилах. Он не может отменить уже законы, которые были приняты его отцом. Но вот появляется новая фигура, появляется земский начальник. Значит, казалось бы, была принята земская реформа. Земская реформа, там должны управлять только те люди, которых выбрали. А там курии были и так далее, но важно то, что выбрали. Нет, ещё назначили земского начальника, нужно было ходить и с ним согласовывать всё, что выходило и применялось там в деревне и так далее. Я так себе представляю, что реформу полностью официально отменить было неловко, а их развернуть очень хотелось. Хотелось. Но я хочу тебе сказать, что это наша российская обычай. Вот именно из-за постоянного нежелания соблюдать закон. Значит, мы как бы себе делали вот такие открытые каналы. И не просто Александр Третий не хотел отменить законы, которые были приняты его отцом. Это тоже было неправильно. Это подрывает основы власти. Тогда монарха этого, самодержавного монарха. А он сам, как самодержавный монарх, тоже что-нибудь предпринимает такое, что не может вернуть прошлое, но может в какой-то степени изменить его содержание. Смельчить последствия. Да, да, да. Кстати, сам Александр Второй, тогда, когда происходили какие-то там судебные нарушения, и он почувствовал, что народ так легко не воспринимает то, что представляет опасность для государства. И они взяли по-тихому, значит, создали снова жандармерию. Я хочу подчеркнуть, что заново жандармерия, отмененная Александром Вторым, была восстановлена им же. Им же. И это для того, чтобы соблюдать порядок. Значит, проблема теперь состоит в том, почему я об этом говорю. Потому что те проблемы, которые нам приходится сегодня решать, в частности, в судебной системе, они каждый раз связаны с тем, что мы только в 1864 году начали строить судебную систему, и её крестьяне вообще-то не представляли себе, что это такое. Вот, затем мы имели, значит, советскую систему, а советская система обладала таким интересным качеством. Говорят, что она была страшным рывком вперёд, что вот это было такое устремление просто... Справедливость. ...после... ...коммунизм. Да, послезавтрашний день. Вот. Но, на самом деле, ведь Ленин по поводу суда, он, так сказать, поднял решение, которое относилось к времени крепостного права. Значит, он что сказал? У нас хозяин народа... Он пытался быть юристом в какой-то момент. То есть, он чуть-чуть себе представлял, как это всё устроено, да. Вот. Он говорил, у нас народ... Значит, у нас есть единые... Никакого разделения властей, обратите внимание. Правит народ, у нас есть советы. Тот, кого выбирают старшим, он является, так сказать, вождём. И потом, в конце концов, это кончилось тем, что вот эта советская власть превратилась во власть партийной диктатуры, а потом конкретного партийного диктатора. Вот. И, значит, вот не просто так мы не продвигались, а вот это было время, когда судебная система вообще рухнула. Ты не забывай известные сталинские времена, когда назначались тройки, которые присуждали в течение двух минут людей к расстрелу. Это вообще бессудные приговоры. Да. А вот это же было во многом... Что характеризовало советский суд? Советская система была построена именно по принципу вот этой вертикальной иерархии. И, значит, там... Чем выше есть человек, который может принять решение по всем вопросам. Если он принял решение, все, никаких разговоров. Значит, что произошло дальше? А дальше произошло то. Я прошу прощения. Я это напоминаю. Я с большим уважением отношусь к Борису Николаевичу Ельцину. Но я еще раз обращаю внимание на то, что в 93-м году была принята Конституция 93-го года, где было, во-первых, по-моему, во втором разделе написано о том, что у нас разделение властей, а затем было написано о том, что все полномочия, высшие полномочия государственные, принадлежат президенту. Значит, мы с тобой об этом говорили. Но в данном случае это что означает? Я могу сказать так, что когда я рассматриваю период Ельцинский, вот в 90-е годы, то мы можем сказать так, что я не говорю о реформах Гайдара, это рыночная экономика, это немножко другая область. Там были свои успехи. Мы сегодня живем несравненно лучше, потому что тогда были успехи, которые никому трудно было понять, кому бы то ни было. Но вот что касается, так сказать, судебной системы, то практически советская система не была тронута. Были подготовлены документы, была концепция. Вы рассказывали о том, как вы написали эту концепцию, но ничего не произошло. Вносится вот это вот решение о том, что президент является выше всех, выше правительства и так далее. Это Ельцину нужно было для того, чтобы победить Хазбулатова и других, кто там какие-то права имел в результате выборов и так далее. Хорошо, он получил. Он не злоупотреблял. Он не злоупотреблял. Но вся судебная система, как она была, она практически перестала реформироваться или даже делала шаги, которые, скажем, создавали определенные зависимости судей от руководства. Которое руководство, это там чисто административно, оно ничего не должно было решать в том, что относится к решениям судей, к его полномочиям. Но это все было не так. И даже специальное отношение между руководством суда и судьями появилось. Появилось не при Путине. Оно появилось тогда. Понимаешь, и вот это не случайно. Евгений Григорьевич, вот это тоже ошибка, о которой вы хотели говорить сегодня. Скажите мне, пожалуйста, давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Значит, у нас совершенно очевидно, что надо как-то возвращаться к разделению властей, потому что не только обычные бытовые истории, но и бизнес, экономика очень страдают от того, что нет независимого суда. Правильно. Но я хочу сказать, что у нас эта запись существует в Конституции. То есть, надо менять Конституцию, вы считаете? Ну, есть определенное место, которое должно быть изымнено в Конституции, которое сказано, что разделение властей невозможно, если президент концентрирует у себя все права. И по всем вопросам может принимать решение. И только если... Ну, там нельзя всем по всем. Ну, Евгений Григорьевич, вы же знаете, у нас есть процедуры, они так замечательно прописаны, что президент принимает какое-то решение, а потом Совет Федерации с ним соглашается, например. Или там Государственная Дума. Так этого же не написано в Конституции, что они должны соглашаться. Так что по форме... Все правильно, по существу издевательства. Вот наша обычная проблема. Это можно так тратовать, но серьезные юристы мне просили, вы говорите о верховенстве права, а не о верховенстве законов. Российские законы, скажем, законы, яровые, которые вот сейчас приняты, в соответствии с чем должна там пересмотрена быть вся система фиксации информации, и так далее, и тому подобное. Ну, это, понимаешь, это, так сказать... Ну, в общем, законы бывают разные. Законом в нормальном плане его называть нельзя. Вот я считаю. Хорошо, мы тогда говорим о верховенстве права. Ну, вот давайте представим такую... Вот, кстати, я все вас слушаю и думаю про Советский суд самый гуманный в мире. Помните, да, были лозунги? И в чудесном фильме «Берегись автомобилей» мы как раз наблюдаем этот вот апофеоз настоящего, народного, справедливого суда. Когда он виноват, но он не виноват. Тут и не Вера Засулич, то есть его не оправдывают, но, с другой стороны, принимают во внимание мотивы. И заканчивается все просто, ну, лучше некуда, да? То есть он получает, может быть, небольшой, справедливый, как положено в народном суде, срок, и все счастливы, но при этом все знают, что на самом деле он человек хороший, просто несколько выбрал не тот метод. Ну, а что мешает нам такой вот кинетографический суд иметь на, так сказать, на самом простом уровне? Ну, вот почему каждый раз там оказывается какая-нибудь закавыка, как в случае вот с полностью, практически полностью парализованным человеком, который обвинен в грабеже? И если сейчас могут добиться все, значит, защитники прав того, чтобы его не держали в тюрьме, а хотя бы перевели в больницу, окей, но почему никто не может добиться того, чтобы в суде были представлены хоть какие-то доказательства, что парализованный мог угрожать ножом там или еще чем-то? Я думаю так, что у нас есть определенные круги, которые располагают определенными полномочиями. Ну, например, милиция, ой, пардон, не милиция, а полиция, она кого-то арестовывает там для того, чтобы добиться определенных ответов, показаний, и он начинает бить. Я не могу никого обвинить, воткнуть пальцем, но у меня очень большое подозрение, когда я слышу рассказ об этом парне, которого там 18 лет, и он не может двигаться. 18 килограмм его без. Килограмм, и он не может двигаться, и говорят, что он побил каких-то полицейских. Ну, и не может быть. Но, тем не менее, никто же об этом пока что не говорит. Вот и так каждый раз. Значит, есть люди, у которых есть повышенное доверие к их доказательствам, обвинениям и так далее, и тому подобное. Есть люди, которые им не верят. И, скажем, что бы ни говорила полиция, она в 99 случаях более права, чем те люди, а там не только люди, так сказать, обвиняемые, но и адвокаты и так далее, они с их показаниями просто не считаются. Почему? Ну, потому что это скрыто. Понимаешь, это никто нигде не объявлял. Но в нашей системе, причем такой, которая похожа на то, что было при Николае I, и почему понадобились судебные реформы Александра II, значит, они, так сказать, исходят так. Если человек занимает более высокое положение, если у него есть такие полномочия, что он мне может доставить какие-то неприятности, я не буду. То он всегда прав. Да, он прав, он прав. И мы вот с этим, мы никогда вслух это стараемся не признавать. Но на самом деле это так. Послушайте, а вот про бизнес хотел вас спросить. Когда уже за последние годы случались разнообразные суды, в которых не затронуты были интересы никаких властей? Вполне коммерческая, простая история, даже потребительская. Вот если потребитель недоволен какой-нибудь компанией, подает в суд, угадайте, кто выигрывает? Кто? Выигрывает тот, кто, например, в этом суде знает всех, потому что это его районный суд, и эта организация с этим судьей уже просто знакома, так что дальше некуда. И у кого просто финансово больше возможностей? Возможностей, да. Но это же тоже надо как-то менять. Это не связано с властями напрямую. Конечно, я же поэтому просто обращаюсь сегодня к нашим радиослушателям с напоминанием о том, что всего 150 лет назад в России была система, в которой не было суда. Кроме того, что мы прошли эти 150 лет, посредине было 74 года советской власти, где тоже практически не было суда. Но был суд над этими врагами советской власти, был такой в суде, как Вышинский, генеральный прокурор и так далее и тому подобное. Но это был не тот суд, которому надо было учиться. И мы прожили это время не очень правильно. Сейчас, когда начались события 1991 года, один из первых документов, это была концепция, мы говорили об этом, концепция судебной реформы. Так она не прошла. Люди, которые работали над этим, приходили в судебную систему, увидели, что это против того, как мы предполагали в этой концепции, это против, это против. И как бы, вот, очень известный наш адвокат, юрист Вицын, он говорил, вот, говорил в начале правления Путина, это было в ЦСР, где-то в марте, по-моему, 2000 года. Он говорил, у нас судебная система, как при советской власти. Я Вицыну верю. Вот один из тех людей, который писал эту самую концепцию и так далее. Потом прошло еще время, 10 лет мы считали, у нас поменялась судебная система? Нет. Вот эта система встраивания суда в вертикаль власти, она сохраняется. Нам, каким-то образом, нужно в определенный момент уйти от этого. Потому что, если мы не уходим, мы для нормального функционирования рыночной экономики и гражданского общества не можем создать условия. У нас не появятся эти условия. Это очень такой тонкий и важный момент. Еще один момент хотел упомянуть. Вы об этом тоже пишете в своем анонсе, что конкуренция и политическая, и экономическая без справедливого суда не работает. Да. Я объясню. Потому что очень просто. Потому что, если бы создали условия, при которых существует конкуренция, то вы представьте себе, что есть здоровенный мужик, есть маленький мальчик. Здоровенный мужик может всегда мальчика прибить. Отнять у него все. Все отнять, да. Значит, вообще, обыкновенные законы в этой среде отношений, если они взяты из числа советских, если дали понять гражданам, что сейчас это законно не важно, важно, чтобы кто-то победил, захватил имущество, стал капиталистом, сильным и так далее и тому подобное. Нет, этого нам оказывается недостаточно. Почему? Да потому что у нас есть какие-то законы, которых никто не уважает. Тем более, что эти законы говорят переловить и перестрелять всех предпринимателей. А вот как теперь жить, когда предприниматели являются двигательной силой экономики? Нельзя. И поэтому, если вы хотите иметь рынок, не просто рынок, который, предположим, создан на основе 5-6 законов, которые были приняты в 1991 году при правительстве Гайдара. А вы хотите создать более серьезное, нормальное общество с рыночной экономикой. Вы должны сделать так, чтобы, так сказать, были какие-то ограничения, ну вот законные ограничения, записанные или в Конституции, или в каких-то там бинах о правах и так далее, и так, чтобы судья знал, к чему обращаться. А если не хватает этих всех законов, чтобы был этот самый принцип, который работает в Великобритании и в Соединенных Штатах, по решениям, по прецедентам, которые заданы другими судами. Это должно быть выработано и войти в привычку граждан. Понимаете, это должно стать не просто, как бы, принадлежностью начальства, которое само распоряжается через суд. А это всех касается. И мы должны знать, что вот в этом случае, вот таким образом, как мне подсказывают, поступать нельзя. Нужно соблюдать все правила, и ты должен знать, что ты на рынке можешь зарабатывать не тем, что ты где-то огребаешь аренду и кого-то наказываешь, а тем, что ты придумал что-то, и у тебя, так сказать, более эффективное производство, или ты там завоевал хороший рынок. Вот тогда мы имеем ту рыночную экономику, в которой мы сможем конкурировать. И в которой будет хорошо жить. Это самое главное. А политическая конкуренция нужна для того, чтобы сам свод закона всегда поддерживался и корректировался, чтобы учитывались интересные разных слоёв общества. Это Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. В программе «Выбор Ясин» говорили ещё раз о судебной реформе. Меня зовут Ольга Журавлёва. Всем спасибо, всего доброго. Это была программа «Выбор Ясин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...